Всем привет! С вами Блина Холла. Чем бы хотела бы показать и рассказать обзор на мои подарки, которые мне подарили на Новый 2017 год. И также хочу сделать обзор на подарки, которые мне подарили на День Рождения. Конечно, это не все подарки, которые мне подарили на День Рождения, но всё равно ещё половину мне, возможно, подарят подружки, уже когда у меня День Рождения наступит. Если что, у меня День Рождения 22 января будет, и мне исполняется 14 лет. И вот мне половину подарков уже подарили родственники, а половину ещё пока что подружки не подарили, так как у меня День Рождения ещё через несколько дней всё равно. И давайте я, наверное, начну именно с подарков, которые мне подарили родители. Их достаточно много, и, пожалуйста, не надо писать в комментариях, что я хвастаюсь, вот у меня такой дорогой подарок, а вам там ничего не подарили, вы завидуете. Не надо это писать, потому что всё равно никакого смысла от вашего комментария не будет. Итак, давайте начнём с первого подарка. Ну, во-первых, это был телефон. Я его ещё показывала достаточно давно, в том году, вот, но всё равно я как-то не могла никак снять видео, что в моём телефоне, и также я бы в этом видео рассказала вам про этот телефон. И сегодня я вкратце хотела бы рассказать, хороший он или нет. Ну, там много ничего о телефоне не скажешь, потому что он, в принципе, обычный телефон, ничего в нём такого нет, просто достаточно дорого стоил, лично как по мне. И, ну, я давайте начну именно с коробочки. Это подарок у меня от родителей, значит, на Новый год. Вот, и это телефон Lenovo K5, это новая модель, её только недавно выпустили, ну, точнее, в 2016 году, где-то летом, вот, и этот телефон только недавно поступил в продажу в нашем городе, и вот у меня он появился. Вот, значит, такая коробочка у него, в принципе, обычная коробочка, тут телефон нарисован сам, здесь у нас модель написан, и всякие, ну, неинтересные штучки, это не особо интересно. Сама коробочка, она вот так открывается, здесь такая штучка была, её открываешь, внутри неё лежит инструкция, но я показывать её не буду, там инструкция на разных языках. Также ещё наушники белым цветом прилагались, я уже ими воспользовалась, в принципе, нормальные наушники, но в них долго не посидишь, не послушаешь музыку, потому что они вот такие, не вакуумные, по-моему, так правильно называется. Также у этих наушников есть штучка вот такая, не знаю, как она называется, но кнопочка, чтобы можно было отвечать на звонки, вот, ну, белые наушники, мне понравилось, что они именно белые, потому что чёрные, они, ну, поднадоедают такой цвет. Также ещё эти наушники были в пакетике прозрачном, и был ещё также пакетик, здесь лежал телефон, вот такой длинный пакетик, и внутри больше ничего нет. Комплектация, в принципе, мне и большая не нужна была, это нормальная комплектация, именно то, что сейчас вам показала. И также ещё последнее, что лежало в этой коробочке, но я убрала, потому что я этим пользуюсь. Это, значит, провод был, он отдельно шёл, и также вот эта вот зарядка, тоже всё белым цветом, мне нравится то, что она недостаточно такая длинная, вот, её можно сделать меньше при помощи специальной штучки, у меня сейчас её нет, ну, вот, такая проволока какая-то, её там закрепляешь, и получается то, что провод будет не такой длинный. Всё, в принципе, мне нравится, и комплектация, и всё, ну, телефон мне тоже понравился, но в нём есть, конечно же, минусы. Вот такой вот телефончик, он у меня в золотом цвете, есть ещё белый и чёрный, вроде бы именно такие цвета в нашем магазине были. Мне купили в магазине Мегафон, вот, и мне он очень нравится, на самом деле, он очень красиво смотрится, можете сами посмотреть. Здесь у нас так вот впереди всё выглядит, там камеру видно, но не суть. Такой достаточно красивый, модный, можно сказать, он 5 дюймов, что мне и надо было, чтобы было 5 дюймов. 1280 на 720 разрешение для видеоблогера, это, в принципе, очень даже хорошее разрешение. И, что хочу сказать, этот телефон изначально, как я вообще думала, очень хороший, там, суперский, в магазинах тоже так говорили, Но, к большому сожалению, камера у этого телефона через буквально 2 месяца стала намного хуже фотографировать. А по поводу съёмки видео ничего сказать такого серьёзного не могу. В принципе, обычно снимает, ну, не сильно качественно, конечно, но всё равно хотелось бы за такую цену, за которую он стоит, чтобы была камера лучше. И фокус, просто вот, понимаете, изначально он был хороший, а сейчас фокус намного хуже, и фотографии теперь просто получаются некачественные. И мне это бесит, конечно, так что своих денег он не стоит однозначно, но чисто так вот, если зайти в соцсети, попереписываться, ну, возможно, конечно, он и будет таким вот хорошим. Пока что я не хочу менять телефон этот, у меня он устраивает, не на все 100%, но устраивает. Так что вот такой телефончик, это первый подарок от родителей. Далее ещё от родителей был подарок, он не менее классный, но я вам его покажу чуть позже, потому что не только от родителей, но и также от бабушки и дедушки. Давайте приступим именно к подарку от родителей. Следующий подарок это куколка Ever After High, это Briar Beauty базовая, это перевыпуск третьей волны, кто не знает, уже есть третья волна перевыпуска этой куколки. И минус в том, что нет подставочки у неё, это подставка от куклы Monster High, вот такая вот, значит, девочка. Мне она очень нравится, даже если перевыпуск, я эти кукол коллекционирую, они у меня стоят, вот вы сами видите, половину моих кукол на полочках они, и мне нравится, в принципе, очень даже красивая девочка, я давно её хотела. И аксессуары я не взяла, потому что я не вижу смысла брать аксессуары, это всё-таки не обзор на куклу. Вот, и давайте сейчас вам покажу коробочку. Вот такая вот, значит, коробка, она достаточно большая, вот, и мне она тоже очень понравилась. У нас достаточно красивая коробочка, здесь на обратной стороне вот так выглядит, тоже две куколки, здесь можно посмотреть. И всё подробно я вам покажу в обзоре на эту куколку. Обзор, когда точно я не смогу вам сказать будет, так как я пока что ещё не знаю, вот, но надеюсь то, что в этом месяце, в январе, я обязательно сниму обзор и выложу его на свой канал. Так что, кому интересно, подписывайтесь на мой канал, и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, в принципе, это всё насчёт куколки. Следующий подарок, который мне подарили родители, он тоже не менее классный, и это подарок у меня как на Новый год, так и на день рождения, то есть делится на две части. И это два миленьких зайки. Вот так вот они выглядят, они достаточно дорогие. Из-за этого решили родители разделить на два праздника. Один зайка на Новый год, а другой на день рождения, то есть вот так. Очень красивые, мне кажется, они такие миленькие. И, ну, вот вы только посмотрите, какая милашка. Здесь можно ушки делать как вот так прямо, так и их загнуть. То есть там специальная проволока, которая может так делать. Мне эти зайки очень-очень нравятся. Это две девочки. Вот, одна в таком вот длинном розовом платьице, а вторая в кофточке. В такой голубой есть шапочка ещё. А здесь бантик, только он перевёрнутый, но ладно, не суть. В общем, очень прикольненькие такие мягкие игрушки. Они ещё внизу с антистрессовыми штучками, вот тут внизу. И, в общем, я очень рада то, что они у меня есть. Я люблю плюшевые такие игрушечки, они очень миленькие. Следующий подарок, который мне подарили, он лежал вот в этом пакетике с совушкой. Многие знают то, что я очень сильно люблю сов. И вот у меня есть теперь пакетик такой вот совушка. Давайте я вам его покажу. Он достаточно большой. С двух сторон одна и та же картинка. И внутри лежали два вот этих зайки. Также ещё была открыточка тоже с совушками. Вот, что внутри я показывать не буду, потому что там пожелания написаны для меня, от моих родителей. И мне кажется, это личное, и читать только надо тому, кому подарили эту открыточку. Вот только покажу вам то, что сверху есть тоже точно такая же картинка. И, в принципе, это всё насчёт открыточки. Она очень мне понравилась. Кстати, она блестит. Вот если посмотреть, если снять туда же плёночку, которая здесь есть, то там будут видны блёстки. Вот вам покажу поближе. И следующий подарок это была коробочка с конфетками Рафаэлла. Это мои самые любимые конфеты. Я их уже съела. Так что там ничего нет. Вот так вот выглядит, значит, сама коробочка. Просто вам покажу, кому интересно. Ну и всё, что внутри лежало этого пакетика. Тоже очень мне понравились эти подарочки. И это всё насчёт подарков от родителей. Далее хочу вам показать уже подарок от бабушки с дедушкой, как я и обещала вам показать. Этот подарок делится на два праздника, как я уже говорила. Это на Новый год и на день рождения. Так как у меня день рождения, в принципе, от Нового года не так уж и далеко. 22 января. И мне решили подарить классный подарок, который я безумно сильно хотела. И очень давно я вас заинтриговала уже. Итак, это вещь. Это был ноутбук. Вот такой вот ноутбук. Наконец-то у меня есть свой. Теперь личный. И я могу монтировать видео, сколько мне влезет. Потому что до этого я монтировала видео только с ноутбука маминого. И все-таки долго в нем нельзя было сидеть, потому что это не только мой ноутбук, и также мамин. А тут теперь у меня мой ноутбук. Вот такой вот он черный. От фирмы Acer. У меня достаточно много техники с этой фирмой. Нам с родителями нравится эта техника. И вот, значит, такой ноутбук. Открывать его не буду, потому что, мне кажется, нет никакого смысла открывать. Обычный ноутбук просто здесь. Дело в том, что разрешения все, которые именно входят в этот ноутбук, они именно являются теми разрешениями, которые мне нужны для того, чтобы хорошо монтировать видео. Чтобы ноутбук не влючил, программы не влетали и все такое. И давайте я вам покажу коробочку. Сразу покажу вам полный номер этого ноутбука. Мало ли кто-то захочет тоже такой же ноутбук приобрести. В такой вот коробочке продавался этот ноутбук. И, значит, вот тут написано полный номер этого ноутбука. Он является новинкой. И мне, в принципе, он очень нравится. Очень хороший. Я не стала брать какие-то там проводки вам показывать, потому что, мне кажется, это не надо никому. Этот подарок очень был дорогой. Из-за этого так вот решили мои родители и бабушка с дедушкой сложиться и мне подарить этот подарок. Все-таки дорогие подарки это очень приятно получать и в то же время неожиданно. Я вообще не ожидала, что у меня будет когда-то мой ноутбук. Я хотела сама, конечно, начинать копить, но как бы достаточно много мне бы копить надо было. А здесь мне его подарили. И это все насчет того, что я хотела вам показать от подарка от бабушки с дедушкой. Больше они мне ничего не подарили. И давайте я начну дальше с других подарочков. И следующий подарок тоже от бабушки с дедушкой. И они мне подарили коробку конфет. Вот такие конфетки мне подарили они. Я еще пока их не открывала, так как у меня другие еще конфетки не закончились. Вот, значит, так выглядит коробочка. На обратной стороне здесь показано, какие есть конфетки внутри. И мне кажется, они очень будут вкусные, так что ничего по поводу них сказать не могу. Следующий подарок это уже от подписчицы. Она мне прислала вот такую вот открыточку. Не знаю, связана ли она точно с Новым Годом, но она меня поздравила с Новым Годом и прислала вот такую вот открыточку. Вот вам поближе покажу. Что на обратной стороне я показывать не буду, потому что там адрес мой и Алены. Кстати, приветик тебе большой. Спасибо за то, что ты мне столько много писем прислала. Я скоро обязательно сниму видео про все письма, которые мне прислали до того, как Новый Год еще настал. Вот, и их достаточно много. И разные девочки прислали. Но в основном больше писем мне прислала именно Алена. И также еще вот такую вот открыточку. Мне она безумно нравится. Так что вот такой вот подарочек небольшой и очень приятный. Следующий подарок, который я вам покажу, это уже от тети. И она мне подарила вот в таком вот пакетике. Мне кажется, очень красивый пакетик. Здесь мы видим то, что есть два колокольчика. Небольшой пакетик, но в то же время красивый. И она мне подарила два подарка, можно так сказать. Вот, и это вот в таком вот пакетике прозрачном лежал вот такой вот брелок. Это именно именной брелочек. Как мы видим, то, что здесь есть большое сердечко голубым цветом. Когда солнце светит на это сердечко, очень красиво блестит оно. И здесь есть надпись Полина. Меня зовут Полина, кто еще до сих пор никак не понял. Вот, и значит, есть еще такая вот картонка, на чем он висит. Вот этот брелочек. Ну и, в общем, в пакетике в таком этот брелок лежал. И следующий подарок. Внутри этой коробочки там лежат две подвесочки на цепочку от Sunlight. Вот такая вот коробочка. Но эти две подвесочки, они были в разных коробочках. Просто я их совместила в одну коробочку, потому что вторая точно такая же. Вот таким вот белым цветом коробочка. И давайте я вам покажу эти подвески. Вот такие две подвески мне подарила тетя. Одна подвеска, как мы видим, то, что здесь изображено сердечко. Внутри него есть листочки. А на этой подвесочке изображена корона. И также здесь есть посерединке этой короны еще также такой кристаллик. Очень красивый. Мне он безумно понравился вообще. Из этих подвесочек мне больше всего понравилось именно вот это с короной. Я не буду из пакетика доставать эти подвески, потому что их и так прекрасно видно. Мне они безумно понравились, так что спасибо за них большое. Следующий подарок вам покажу. Это от бабушки. И она мне подарила вот в таком вот пакетике, очень красивом пакетике, с такими колокольчиками. И внутри лежал чехол. Но чехол я сама заказывала. Она мне подарила денежки. А я купила себе чехол на Алиэкспресс, такой для своего телефона. Вот так вот выглядит, значит, сам чехольчик. Он очень миленький. И здесь мы видим то, что изображен жирафик с цветочком. Так что вот у меня теперь есть еще один чехольчик. И также она мне подарила брелок. Брелок вот такой вот. Тут мы видим то, что изображен петушок вот такой сиреневым цветом. Кстати, этот брелочек, он с двух сторон одинаковый. Так что вот так он выглядит. Таким сиреневым и золотым цветом. Очень красивые цвета, мне кажется. Вот вам поближе покажу, можете посмотреть. И все, больше ничего нет из подарочков от бабушки. Так что мне эти подарочки очень нравятся. Даже если два подарка, все равно они стоят денег. Следующий подарок тоже от бабушки. И она мне подарила вот такие вот конфетки Мерси. Я очень сильно люблю эти конфетки. И вот такие вот конфетки я их еще не открывала. Они новенькие. Но скоро буду открывать уже. Я знаю, что они очень вкусные, потому что не один раз уже покупала такие конфеты. И спасибо большое за эту коробочку с конфетками. И следующий подарок не менее в большой сумке. И это вот такая вот сумочка. Очень большая. Здесь мы видим то, что изображен домик. Новогодний пакетик такой. И давайте я вам покажу, что же там лежало. Ну, во-первых, это вот такая достаточно большая коробочка. Внутри этой коробки лежали конфеты. Но я их все съела, так что их там больше нет. Коробка она безумно красивая. С такой вот снежной королевой. Здесь написано с Новым годом. Есть такая ручка с золотым цветом. Тут наверху есть снежинка. Я открывать, наверное, не буду, потому что тяжело еще открывается. Вот эта вот крышечка наверху. И, в общем, тут были конфеты. Разные конфетки, которые я люблю. Далее еще одна коробка конфет, которую я уже тоже съела. Это каркунов. Вот такая вот достаточно большая коробочка. Тоже очень вкусные конфетки. Кто еще ни разу не пробовал, обязательно попробуйте. На обратной стороне здесь уже изображены конфетки с разными вкусами. Они есть с орешком и с разными другими начинками. Очень вкусные конфетки. Так что вот такая вот коробочка. И также еще мне подарили вот такие печенки. Я не буду сильно наклонять, потому что я уже пробовала эти печенки. И они могут сейчас высыпаться. И вот, значит, так выглядит коробочка. Она железная. Здесь, значит, изображены разные персонажи. Тут, например, есть Дед Мороз, Снегурочка, детки разные. И здесь 400 грамм. Там обычные белые печенки. Они очень вкусные. И, значит, в очень красивой такой коробочке. Мне безумно нравятся такие железные коробки, которые именно с разными какими-то рисуночками. В общем, очень вкусные печенки. Следующий подарок, который мне подарили две бабушки. И это куколка Монстр Хай. И давайте я вам ее покажу. Это куколка из новой коллекции. Это Эбби Боминейбл. Вот, из коллекции Welcome to Monster High. Или же Добро пожаловать в Школу Монстров. Вот так вот она выглядит. Очень красивая девочка. Вообще, мне из этой коллекции больше всего нравится именно Эбби. Она такая достаточно красивая. И мне она очень нравится. Вот здесь такой хвостик у нее есть. Тоже обязательно будет обзор на нее. Так что ждите. И вместе с ней еще была коробочка. Вот такая коробочка была вместе с этой куколкой. Очень красивая. Такая достаточно праздничная, как мне кажется. И коробочка, она даже по-новому сделана. Очень красиво. На обратной стороне вот так все выглядит. Тоже не менее красиво так сделано. Даже есть наклечка. Но это от магазина. Но все равно. Эта куколка изготовлена в Индонезии. И здесь вот есть даже картонка такая, где изображены персонажи. Они тут фотографируются в масках. Также с этой куколкой еще была маска. Но я ее не взяла, потому что я не стала брать вообще никакие аксессуары от кукол. Я это все вам покажу в отдельном обзоре. И подставочки с расческой тоже не было. Так что это подставка от другой монстряшки. Я взяла на время, чтобы вам показать то, что вот такая вот куколка. Следующий подарок. Так, это тоже куколка Монстр Хай. Это Торрелли Страйп из коллекции Чумовая экскурсия. Вот такая вот очень миленькая кошечка. Мне кто-то писал в комментариях недавно, под моим даже предыдущим видео, то, что эта куколка, зачем она тебе нужна? Она из старой коллекции. Зачем ты ее показываешь? Зачем она тебе типа нужна? Но, во-первых, даже если это старая коллекция, она уже достаточно редкая. Ее приобрести не во всех магазинах можно. Лично в нашем городе ее вообще нигде нельзя было купить. И только вот недавно ее завезли в детский мир. И я решила себе купить подарок как на Новый год. Для кого-то это будет смешно. То, что я себе сделала сама подарок на Новый год. Но мне кажется, здесь ничего смешного нет. Я давно ее хотела в свою коллекцию. И, наконец-то, она у меня появилась. И с ней подставки не было, так как она в бюджетной коробочке. Я подставку, опять же, взяла от другой монстряшки. И давайте я вам покажу коробочку. Коробочка тоже достаточно красивая. Она тоже выполнена по-новому. Тут на обратной стороне есть лицо монстряшки. То есть, самое Торо Листрай. Дальше там, в принципе, разные предупреждения. И больше ничего интересного нет. А здесь у нас только внутри такой вот красивый фон с аквариумом. Вот, внизу здесь есть значок коллекции. И также есть надписи Торо Ли. Все, в принципе, насчет этой коробочки. Она достаточно маленькая. Так, это бюджетная, я уже сказала. И мне очень понравилась, как сделана коробочка. И сама куколка мне безумно нравится. Так что я довольна то, что она теперь есть в моей коллекции. Ну, это все подарочки, которые я сегодня хотела вам показать. Для кого-то их мало, для кого-то их много. Для меня это просто нереальное количество. Потому что, все-таки, есть как дорогие подарки, так и не сильно дорогие. Но все равно было их очень приятно получить. Особенно было приятно получить ноутбук и телефон. Потому что я эти вещи очень сильно хотела. Телефон мне нужен для работы. Но, к сожалению, я, наверное, ничего не буду снимать на него. Хотя, все может быть. А ноутбук мне нужен для того, чтобы для вас качественно монтировать видео. И надеюсь, что у меня это получится. Ну, это все, что я сегодня хотела вам показать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо еще раз всем-всем, кто меня поздравил с Новым Годом. И также подарил эти классные подарочки. Мне безумно приятно их было получить. Также вас поздравляю с Новым Годом. И надеюсь, что у вас все будет классно. И на этом было все. Всем пока! Всем пока!